К большому сожалению завершается второй этап Кубка Мира по Гребли на Байдархе Каноэ. По сравнению с первыми днями соревнований, сегодня солнечно и сегодня по-настоящему вот эта вот спортивная атмосфера. Уже многие спортсмены, иностранные гости здесь прогуливались, общались с прессой, фотографировались. И каждый из них отметил уровень, высокий уровень Гребнового канала. Ну и каждый уже выучил какие-то русские слова. Очень хорошо, спасибо, до свидания. Ну такие вот общедоступные. Ну и конечно уже как туристы они все вернутся в город Барнаул. Да, конечно, я очень рада буду посетить Алтайский край. Но сейчас у меня нет денег, но когда появится, я обязательно приеду. Мы успели подняться на Нагорный парк, смотрели на большие буквы Барнаул, которые выглядят как Голливуд. Спустились вниз и пошли по улице Ленина. Шли долго, пока не устали. Четыре дня турнира, 28 видов программы. Состязания такого уровня Алтай принимал впервые и приятно удивил и даже порадовал. На счету российской сборной одна золотая и пять бронзовых наград. Задача попасть на Олимпиаду в Токио выполнена. Есть еще одна важная общая победа. Это успешное проведение этапа Кубка мира. Все было организовано на высочайшем профессиональном уровне, а спортсмены получали удовольствие от каждой минуты, проведенной здесь. В последний день российский экипаж в составе Захара Петрова и Кирилла Романова боролся за серебряные медали на олимпийской дистанции тысячу метров каное двойки. Но на самом финише ребята упустили свое небольшое преимущество и завоевали бронзовые награды, проиграв немецкому экипажу. Молодые ребята недавно вышли из юниоров, поэтому для них это хороший результат и огромный опыт международных гонок по взрослым. Да, конечно, мне было бы очень интересно приехать. Если будет такая возможность, я бы вернулась сюда. Интересно посетить Барнаул, Новосибирск, Москву. Но вы же знаете, что это довольно сложно посещать из Евросоюза в Россию. Открытых границ теперь будут ждать особенно. Кубок мира доказал, что наш грибной канал котируется в мировом сообществе. А значит, можно и проводить соревнования, и тренироваться там же. Так что же будет с грибным каналом дальше? В Минспорте нас уверяют, что это только начало чего-то масштабного и грандиозного. Основное наследие – это гордость жителей Алтайского края за то, что наконец-то у нас проходит такого уровня мероприятие. Это первое спортивное. Наверняка и другие отрасли будут проводить. Но и спортивные будут традиции, хорошие традиции. Конечно, будем крутить историю этого вида спорта. И этот пример должен стать правильным примером для других видов спорта. После парада закрытия и последних заездов зрители с грустью разошлись по домам. Такой спортивный праздник подошел к концу. Теперь грибцы отправятся в свои страны и будут готовиться к следующим международным турнирам. Анализируя наш этап, можно смело заявить – иностранные спортсмены еще приедут к нам в гости. Будь то чемпионат мира или чемпионат Европы – мы будем готовы. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.